Привет! Досмотри это видео до конца и ты узнаешь все тонкости слова often. Переводится это слово часто и всегда существует некоторое затруднение, в какое место в предложении необходимо поставить это слово. Этот урок подойдет как для начинающих, так же и для среднего уровня, потому что не все знают до конца, каким хитрым иногда бывает это слово. Итак, это слово можно произносить двумя способами. Often – произнося букву в середине, или произносить как я – often. То есть я эту букву не произношу. На днях в нашей группе ВКонтакте было задание, был тест, который был посвящен как раз этому слову. Кстати, если ты еще не подписан на нашу группу ВКонтакте, обязательно это сделай как можно быстрее, не упускай шанса практиковать свой английский каждый день. Если ты пропустил это задание, то сейчас у тебя есть возможность проверить свои знания, насколько хорошо ты знаешь слово often. Выбери правильно составленное предложение. У тебя пять вариантов. Сейчас поставь на паузу и выбери правильный вариант ответа. Ну что, твой ответ уже готов, но сначала я предлагаю подсказку зала. Посмотрим, как ответили наши участники нашего клуба ВКонтакте. На первом месте самый популярный ответ – третий. На втором месте четвертый вариант. Какой же вариант верный? Ну что, возможно, ты даже изменил свое решение после подсказки. Итак, внимание, правильный ответ – третий. Разбираемся, почему. Наверняка ты знаешь главное правило этого слова, что often ставится перед глаголом, перед сказуемым. Смотрим на первый вариант. Ищем глагол – go, но often стоит после. Значит, отпадает этот вариант неправильный. Переходим к второму предложению. Второе предложение само по себе составлено крайне неправильно. Тоже этот вариант уходит. Теперь обратим внимание на пятый вариант. С большой натяжкой, возможно, если очень неграмотный человек скажет, прозвучит это крайне некрасиво, но это тоже не является правильным вариантом. Остается два варианта. Смотрим на цифру 4. Здесь все верно. Наш глагол – go, и перед ним стоит often. Думаете, это правильный вариант? Было бы так, если бы often не был таким хитрым словом. Если мы к нему добавляем very очень часто, very often, то тогда это словосочетание идет в конец предложения. Соответственно, правильный вариант третий. We go to the theatre very often. often – мы ставим перед сказуемым. Very often – конец предложения. И тогда будут расставлены все акценты этого предложения правильно, и вас будет очень легко понять. Не упускайте шанс учить английский язык онлайн, быть с нами на связи 24 часа в сутки. Для этого необходимо сделать три простых шага. Первый шаг – подпишись на нашу группу ВКонтакте. Там ты сможешь практиковать свой английский, задавать вопросы, участвовать в различных опросах, конкурсах и делать задания. Для этого в поиске ВКонтакте забей «your English trainer» и ты сразу нас найдешь. Второй шаг – заходи на сайт ирина-колосова.ком Оставляй свои контакты, свой e-mail в базе данных, и ты получишь 10 уроков в подарок бесплатно на свой e-mail, плюс всегда будешь в курсе всех новостей, всех бесплатных онлайн семинаров, тренингов, а также и платных новых курсах. И третий шаг – если ты до сих пор не подписан на наш канал в YouTube по каким-то причинам, то обязательно это сделай прямо сейчас. Все эти три ссылки будут продублированы еще раз внизу под видео. Сделайте три простых шага прямо сейчас. Добро пожаловать в нашу дружную команду, в нашу дружную семью «Your English Trainer». Я буду рада видеть каждого из вас. До скорых встреч, до новых уроков. Пока-пока!